Приветствую всех моих подписчиков и всех зрителей. Ну вот, как я и обещал, лабораторный блок питания уже в собранном виде полностью. Так, лицевая панель, ну, выглядит, конечно же, не самым лучшим образом, но кое-как удалось все подогнать. К сожалению, поскольку у меня нет собственного принтера, побежался по интернет-клубам и попросил все это дело напечатать. Распечатать, вернее, и не очень такие размеры точные получились, но кое-как выглядит, думаю. Ну, на передней панели есть несколько основных примочек, в частности, новинка своего рода. Это вот тут имеется у нас регулятор для ограничения тока защиты, тока срабатывания. Поясню чуток позже, как работает. Регулятор оборотов кулера, кулеров, точнее, поскольку их три, один из них пока не установлен. Снизу есть кнопочка сброс защиты, это поверх, то есть сетевое питание и режим сна, блока питания. Ну, регулятор напряжения, регулятор ограничитель тока. Цифровой вольт-амперметр и кулер, тут который выдувает тёплый отработанный воздух из-под корпуса. Ещё один кулер непосредственно охлаждает теплоотводы блоков питания. Итак, этот блок питания был специально сделан по довольно суровым критериям, ну, как уже сказал, для личного пользования. Но без проблем могу сделать под заказ, если кому нужно, обращайтесь. Я его делал с таким учётом, чтобы хватило на будущие, скажем, три года. С запасом таким. Почему? Поскольку он имеет очень хорошие параметры и всё, что нужно получить от блока питания, этот блок отдать может. Во-первых, он может служить в качестве зарядного устройства, имеет ограничитель тока, выставлен, не знаю сейчас, сколько ампер, при скольких амперах идёт защита. Но, если вам нужно, скажем, чтобы защита срабатывала на токе в 1 ампер, то с этим регулятором можно выставить ток срабатывания защиты от 1 до буквально 15-14-15 ампер. Именно столько отдают блоки питания. Ну, напряжение максимум у меня 27 вольт, ну, тут написано 28. Взамен ток до 10 ампер, 9,99, но блок может отдать до 14,5-15 ампер. Ну, я сейчас подробно, ну, попытаемся нагружать этот блок питания. Опять 400-ваттная галогенная лампочка. Подключаем, кстати, вот эти клеммники довольно тонкие, поэтому достойный ток они отдавать не могут. Ну, кое-как. Давайте запустим блок питания. 1,5 вольт. Тут у нас есть индикатор рабочего режима. И вот тут ещё индикатор срабатывания защиты. Сейчас кулеры работают. Сейчас поясню, как работает система регулировки оборотов кулера. Это, напомню, что сделал для того, чтобы при максимальной нагрузке, если кулеры включать, то кулеры работают на полных оборотах. Ну, это, конечно же, шумно и дует довольно сильно, если находиться непосредственно перед блоком питания. Поэтому решил пойти на хитрый шаг. Простой регулятор оборотов. По сути, регулятор напряжения. Смотрите, вот до того уровня, что кулер можно выключить. И давайте прибавим обороты. Я промолчу, чтобы вы поняли, как вырастают обороты кулера. Это максимум. Работают оба кулера. И тут выключатель, который вырубает кулеры при низких нагрузках, когда нет нужды их включать. Кулеры вырубились. Кстати, заметьте, на амперметре потребление нулевое, поскольку от 12-ти вольтовой линии питаются кулеры, от того напряжения, которое предусмотрено именно для кулера в компьютерном блоке питания. Ну, давайте нагрузим наш блок питания. А, кстати, ещё я забыл. Вот, видите, у меня стол чуток иной. Это водяные знаки своего рода. Поскольку, в частности, последнее время, когда канал уже довольно популярный, мои видеоролики жестоким образом воруют и не указывают автора, поэтому решил всё-таки идти на какие-то меры. Если, кстати, насчёт водяных знаков будут у кого-то авторские разработки, то прошу поделитесь и дайте разрешение на использование, если, конечно же, мне всё это дело понравится. Так, ну, сейчас давайте поднимем напряжение до максимума. Ну, чуть меньше максимума сделаем. И давайте, кстати, лампочку уже подключил. Поясню я, как работает ограничитель тока срабатывания защиты и сама защита. Защита, напомню, уже фиксированного типа. Ток 4,5 А, 5 А. На 6 А пошла защита, загорелся светодиод. И вот на выходе нет напряжения. Так, ну, давайте сделаем чуть поменьше. Ток срабатывания. Сейчас, вроде, должно пойти на 4 с чем-то А. Ток, то есть защита. Плавная довольно идёт регулировка. 4 А и сработала защита. Дальше. Да, вот давайте сделаем максимум. Максимум, как я уже сказал, более 10 А. Ну, смотрите, амперметр глючит уже при максимальных параметрах. Ну, сейчас выставим чуть поменьше. 8 А. При 9 А пошла защита. Ну, я, в частности, сделал это для того, чтобы, например, если нужно зарядить автомобильный аккумулятор, скажем, когда нужны большие токи, чтобы блок мог отдавать эти токи, чтобы защиту можно было выставить в нужном пределе. Если, скажем, вы тестируете маломощные нагрузки, они имеют короткое замыкание, то можно выставить ток в 1 А. Если, скажем, нагрузка должна потреблять менее 1 А, потребляет больше, сработает защита. То есть, очень хороший универсальный блок питания своего рода, который может быть пригоден как для, скажем, вот у меня уже пошёл тёплый воздух от кулеров, которые выдувают. Довольно тёплый воздух пошёл, поскольку блок был нагружен. И, собственно, конечно же, и транзисторы потеплели. Но это пустяки, поскольку блок я именно рассчитывал под долговременную работу на большую мощность. Но, конечно же, штатные компьютерные блоки питания 10 А, очень долгое время не могут отдавать. Поэтому нагружать всё-таки не советую, хотя имеется нужное охлаждение. Ну, думаю, с основными функциями всё понятно. Как я уже сказал, этот блок питания был собран именно для себя под тем параметром, который я хотел получить. И всё это дело отлично работает. Давайте выключим. Кстати, максимальное напряжение на данный момент, хотя блоки стабилизированные, но от сетевого напряжения многое зависит. Вообще, чуть больше 27 Вольт. Сейчас 26,9 Вольт видим. Выключаем блок питания давайте. Сейчас я покажу, как он выглядит в целом. Вот так он выглядит. Довольно, не знаю, хорошо смотрится, но, конечно же, могло быть и получше, хотя мне и этого вполне хватит. Ну, думаю, не оформление главное, а работа и, конечно же, параметры. Вот сзади у нас есть дополнительные проводки для вот этого охлаждения. Силовые транзисторы стыкуются. Кстати, если кто не смотрел, вот можете ознакомиться. Будет ссылка на первую версию. Не на первую версию, просто этот блок в разобранном состоянии. Ну, в штатном китайском очень дешёвом блоке питания. Кстати, изначально этот блок питания имел такие параметры. Регулировка напряжения от 0 до 15 Вольт, регулировка тока не была. Максимальный ток составлял в 1 Ампер. То есть, слишком слабый блок питания был. Я его умощнил и дополнил всеми нужными параметрами. То есть, вы можете без проблем собирать. Сейчас я схему всё-таки покажу, конечно. Мои подписчики просили. И специально для этих целей купил новую тетрадку. Вот такую довольно хорошую, чтобы все схемы формата А4, кстати, чтобы все схемы были хорошо видны и было бы удобно рисовать. Вот полная уже схема моего блока питания. К сожалению, ручки. Сейчас я найду ручку для того, чтобы удобно всё показывать. Давайте рассмотрим чуток схему. Как, вернее, всё это дело работает. Давайте сверху начнём. Из основных параметров это от 0 до 27 Вольт. Если быть точнее, от 0,6 Вольта до 27 Вольт. Ток, регулируемый от 0 до 10 А, до 14 А могут отдавать блок питания. Может отдавать. Если быть точнее, ток от 10 мА, минимальная граница до 10-14 А. Также предусмотрено в этой схеме регулятор оборотов кулера, тумблер включения-выключения кулеров, защита по принципу фиксируемой защиты, индикатор перегрузки и, конечно же, индикатор рабочего режима. Тут у нас подключён, на выходе подключён амперметр последовательно и вольтметр напрямую к шинам питания. В этом варианте аналоговые вольт и амперметр. Но я всё-таки советую использовать цифровые. Они наиболее точные по своим параметрам, да и выглядят довольно хорошо. Схема управления, штатная схема, которую я применил в первом варианте тоже. Довольно хороший стабилизатор напряжения с ограничителем тока. Встречается в интернете схема, но я переделал его по своей нужды. В интернете пишут, что штатная схема, которая в сети находится, отдаёт ток в нагрузку до 3 А. Моя же схема отдаёт где-то в 4 раза больше. Благодаря второму транзистору, который подключён параллельно первому. Тут на эмиттерах, на выходах транзисторов стоят выравнивающие резисторы. Сами транзисторы я в своей версии применил КТ8101. Мощные 150-ваттные советские транзисторы. Довольно высокое напряжение у них, где-то 150 В. Их импортный аналог 2SC5200. Дальше. Коллекторы общие и идут к плюсу блоков питания. Ну, насчёт управляющей цепочки. Тут задействовал транзисторы КТ. Ну, комплементарные пары, по сути, лучше, конечно же, применить. У нас КТ815, 814 и ещё 815. Ещё одна штука. Насчёт замены. Полный аналог транзисторов КТ815. Кстати, транзисторы обязательно с буквой Г взять, поскольку они чуть повыше напряжения. 80 В, если не ошибаюсь. Можно заменить полноценным импортным аналогом. В случае КТ815 аналогом является БД139. В случае КТ814Г аналогом импортным является БД140. Для того, чтобы минимальную грань, скажем, напряжения, то есть регулировки выходного напряжения, скинуть практически до чистого нуля, вот тут переменный резистор 4,7 кОм для плавной регулировки напряжения, и к нему идёт ещё резистор на 330 Ом. Чем меньше номинал этого резистора, тем меньше минимальная грань выходного напряжения. Но не стоит скинуть номинал ниже 100 Ом. В принципе, можно добиться чистого нуля. То же самое насчёт переменного резистора, который предназначен для регулировки или ограничения тока. К нему тоже идёт такой резистор. Номинал этого и этого резистора советую в один ватт взять, но можно обычными пол-ваттниками обойтись. У меня пол-ватт стоят резисторы. Номинал переменных резисторов желательно в один ватт взять, но без проблем 0,25 Вт справляются. То есть самые штатные переменные резисторы, самые обыкновенного типа. Дальше. Чем меньше номинал этого резистора, то есть можно 56 Ом, 22 Ом, даже проверял, без проблем работает. Тем больше отдаваемый ток в нагрузку. Сама схематика имеет довольно пригодную функцию. В частности, особенность включения транзистора BD-140. И ещё блок питания имеет очень хорошую нагрузочную способность. То есть спады напряжения небольшие даже при больших нагрузках. Выравнивающие резисторы могут иметь номинал, скажем, от 0,1 до 0,39 Ом с мощностью рассеивания 5-7 Вт. Желательно на 7 или даже на 10 Вт применить каждый резистор. В моём случае стоят 5-ваттники. Проволочный китайский резистор, если есть, ставьте отечественного типа. Насчёт схемы управления. Простой стабилизатор, регулируемый, кстати. Переменный резистор выведен у меня на переднюю панель. Номинал от 4,7 до 10 кОм. Эта схема управления кулером построена на простом транзисторе прямой проводимости. В моём случае планировал подключать несколько кулеров. Поэтому задействовал КТ-818, довольно мощный прямой транзистор отечественного производства. Кулер подключается непосредственно в разрыв минуса и к электротранзистору. Ещё на всякий случай идёт защитный базовый ограничитель на 100 Ом. Переключатель. Точнее, простая кнопка «включить-выключить» для отключения и включения питания для стабилизатора кулера. Дальше. В этой цепи мы видим параллельно шинам питания, то есть входному плюсу и минусу, именно входному. Индикатор, который свидетельствует о том, что блок питания работает нормально, то есть напряжение входит в схему управления. Эта цепочка состоит из желательно светодиода зелёного свечения и резистора на 3,9 кОм, желательно взять на 0,5 Вт. Резистор может быть от 3,3 до 4,7 кОм. В этой цепи у нас собран узел защиты. В качестве датчика тока для срабатывания защиты в моём случае задействованы 4 параллельных соединённых резистора с номиналом 0,39 Ом, обычной цементной китайской резисторой. Параллельно им стоит переменник на 1 кОм, желательно многооборотный для наиболее точной настройки. Кстати, номинал этого переменника может быть от 470 Ом до 4,7 кОм. Дальше ещё один защитный ограничитель на базе стоит 100 Ом. Мощность не принципиальна, можно самые маломощные. Удил защиты состоит в основном из двух транзисторов, к последнему подключена обмотка электромагнитного реле. Второй контакт обмотки заземлён на массу. Первый транзистор, в моём случае КТ-814, обязательно опять же с буквой Г. Второй транзистор КТ-815 Г. Можно транзисторы заменить на менее мощные, скажем, КТ-3102, КТ-3107. В случае 0,7 верхний, 0,2 нижний транзистор. То есть, тут нужно, желательно вернее, использовать транзисторы, которые являются комплементарной парой. Ещё тут у нас есть кнопочка. Обратите внимание, что во время работы, когда всё нормально, то эта кнопка должна быть замкнутой. Для того, чтобы быстро снять блок с защиты, допустим, срабатывала защита, кнопка замкнута, как всегда, и нужно снять блок с защиты, нужно в этом случае разъединить, то есть, выключить кнопку, затем снова включить, разомкнуть или замкнуть потом, чтобы блок вышел из защиты. Насчёт применённого реле. В моём случае применено реле с обмоткой 24 Вольт с допустимым током 16 Ампер. В эмиттерную цепь транзистора относительно минусу питания подключён светодиод красного или любого удобного свечения, которое может свидетельствовать об опасности, к примеру, да, и последовательно к нему ограничивающий резистор на 3,3 кОм. Этот резистор свидетельствует о том, что сработала защита и блок вырубился, либо перегрузка, либо там короткое замыкание. В скобочках я указал аналоги транзисторов. Ну, в частности, тут задействованы транзисторы КТ-8101, КТ-815 и КТ-814. Их аналоги, соответственно, 8101, 2СЦ-5200, BD-140, аналог КТ-814, BD-139, аналог КТ-815G. По сути, вот указанные импортные транзисторы являются высоковольтными, их более, думаю, удобно доставать. Можно в любом радиомагазине купить. Не знаю, думаю, всё пояснил, да? Думаю, да. Ну, сделайте скрин, если кто хочет, можете перевести в программу с план, программа рисования электрических схем принципиальных. Вот так всё это дело выглядит. Ну, надеюсь, будет видно. Если не будет видно, то, думаю, я сделаю, сфотографирую эту схему, поскольку, серьёзно, вот времени нет практически переводить в нормальный формат эту схему. Просто сфоткаю телефоном или аппаратом, выложу в архив для быстрого скачивания. Друзья, на этом всё. Если у вас есть свои отзывы, предложения про конкретные темы, которые хотите в дальнейшем, чтобы я снимал, то, прошу, пишите в комментариях. Если будут у вас сторонники, то сделаем видеоролик именно по вашим просьбам. На этом всё. С вами, как всегда, был АК Касьян. Не забывайте подписываться на мой канал и, конечно же, оценить этот видеоролик. На этом всё. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова